Глава 20. В джунглях Джерри прожил недолго, а в горы ему мешали пробраться лесные жители, постоянно охранявшие тропинки. С пищей ему пришлось бы туго, не встретив на второй день одинокого поросёнка, видимо, отбившегося от семьи. То было первое его охотничье приключение, и это помешало ему продвигаться дальше, так как верный своему инстинкту, он не отходил далеко от убитого поросёнка, пока не сожрал его. Правда, он рыскал по соседству, но другой пищи добыть не мог, и всякий раз возвращался к поросёнку, пока не прикончил его. Свобода не дала ему счастья, он был слишком приручён, слишком цивилизован. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как его предки жили свободной, дикой жизнью. Он был одинок. Он не мог обойтись без человека. Слишком долго он и поколение его предков прожили в тесной близости с двуногими богами. Слишком долго его предки любили человека, за любовь служили ему, страдали и умирали за любовь, а взамен получали грубую ласку, малопонимание и немногим больше внимания. Так велико было одиночество Джерри, что он порадовался бы и чёрному богу, раз уж белые боги давно отошли в область прошлого. Умей он делать выводы, он пришёл бы к тому заключению, что все белые боги погибли. Следуя предпосылке, что чёрный бог лучше, чем полное отсутствие бога, Джерри, покончив с поросёнком, изменил свой курс и двинулся налево, с холмов к морю. Поступил он так, опять-таки не рассуждая, а на основании запечатлившегося в мозгу воспоминания о пережитом. Он жил всегда у моря и у моря всегда встречал людей. А холмы неизменно спускались к морю. Он вышел на берег, защищённый коралловыми рифами лагуны. Здесь он увидел разрушенные травяные шалаши, следы живших тут людей. Джунгли завладели покинутой деревней. Шестидюймовые деревья, охваченные гнилыми остатками тростниковых крыш, сквозь которые они пробирались к солнцу, вздымались над Джерри. Быстрорастущие деревья затянили священные столбы, где идолы и тотемы, восседающие в пасти вырезанных из дерева акул, сквозь налёт мха и пятнистых грибков, ухмылялись зелёным чудовищным оскалом, издеваясь над суетой сует. От кокосовых пальм к спокойному морю тянулись развалины маленького жалкого приморского вала. Бананы, смоквы и плоды хлебного дерева гнили на земле. Повсюду валялись кости, человеческие кости. И Джерри, обнюхав их, признал их за то, чем они были, эмблемы суетной жизни. Черепа ему не попадались, так как они служили украшением домов-колдунов в горестых лесных деревнях. Солёный привкус моря дразнил его обоняние, и он с удовольствием вдыхал зловоние магнифирового болота. Но вдруг, как новый Робинзон, наткнувшийся на след пятницы, Джерри насторожился, как наэлектризованный. Он не увидел, а носом почуял свежий след ноги живого человека. То была нога негра. Но негра живого, совсем недавно оставившего этот отпечаток, а проследив его ярдов на двадцать, он напал на след другой ноги, несомненно принадлежавшей белому человеку. Созерцая кто-нибудь эту сцену, он бы подумал, что Джерри внезапно взбесился. Он кидался, как сумасшедший, из стороны в сторону, вертелся, извивался, то утыкался носом в землю, то водил им по воздуху, бешено взвизгивая на бегу. Почуяв новый запах, круто сворачивал под углом, метался то туда, то сюда, словно играя в пятнашки с невидимым товарищем. А в действительности он читал то, что было написано людьми на земле. «Тут прошел белый человек», – вынюхивал Джерри, «а с ним несколько чернокожих. А здесь негр влез на кокосовую пальму и стряхнул орехи. Там с бананового дерева сняли пучки плодов, а дальше та же участь, несомненно, постигла и хлебное дерево. Только одно приводило его в недоумение – новый для него запах, который не был ни запахом чернокожего, ни запахом белого. Обладая он нужными знаниями и умением всматриваться, он бы отметил, что отпечаток ноги меньше мужского, а пальцы, в отличие от чернокожей женщины, сближены и не так глубоко вдавливаются в землю. А с толку его сбивал незнакомый запах талька, раздражающий ноздри и не встречавшийся ни разу с тех пор, как он научился нюхам узнавать след человека. И с запахом талька смешивались другие, более слабые запахи, также совершенно ему незнакомые. Но Джерри недолго останавливался на этой тайне. Почуяв след белого человека, он проследил его сквозь лабиринт всех других следов, через брешь в приморской стене до песчаной коралловой косы, омываемой морем. Самые свежие отпечатки ног он нашел в том месте, где нос лодки врезался в берег. И люди высаживались из нее, а потом снова в нее уселись. Он нюхом почуял все здесь происходившее и, опустив передние лапы в воду, пока она не коснулась его плеч, поглядел на лагуну. Туда, где терялся след. Приди Джерри получасом раньше, он бы увидел лодку без весел, с газолиновым двигателем, летящую по спокойной воде. А теперь он увидел Эренжи. Правда, этот Эренжи был значительно больше прежнего Эренжи, но такой же белый, длинный, с мачтами, и плыл он по поверхности моря. На нем были три величественные мачты, все одной вышины. Но Джерри был не настолько наблюдателен, чтобы уловить разницу между ними и двумя мачтами Эренжи, короткой и длинной. Джерри знал один только плавучий мир, окрашенный в белый цвет Эренжи. А раз это был Эренжи, то на борту должен находиться его возлюбленный Шкипер. Если может воскресать Эренжи, то почему не воскреснуть и Шкиперу? И Джерри, проникнутый верой, что мертвая голова, виденная им в последний раз на коленях у башки, снова присоединилась к двуногому туловищу и находится на палубе белого плавучего мира, пошел вброд до глубокого места, а затем поплыл. Джерри рисковала многим, так как, бросаясь в море, нарушал величайшее и старейшее из всех усвоенных им табу. В его словаре не было слова «крокодил», но таким же сильным, как членораздельное слово, жил в его мыслях страшный образ, образ плавучего бревна. Но бревно было живым существом, могло плавать и на поверхности воды, и под водой, и ползти по суше. У этого бревна были огромные зубастые крепкие челюсти, и оно несло верную смерть всякой плывущей собаки. И все-таки Джерри продолжал бесстрашно нарушать табу. В отличие от человека, который, плывя, может одновременно испытывать два чувства – страх и мужество, берущее верх над страхом, Джерри сознавал лишь одно – он плывет к Эрринжи и к Шкиперу. В момент, предшествовавший первому взмаху лап в глубокой воде, он сознал весь ужас умышленного нарушения табу. Но, пустившись в плавь, приняв решение и избрав линию наименьшего сопротивления, он весь, умом и сердцем, сосредоточился на том, что плывет к Шкиперу. Ему мало приходилось практиковаться в плавании, и сейчас он напрягал все силы, подвывая и в этом вое выражая свою страстную любовь к Шкиперу, который, несомненно, должен быть на борту белой яхты на расстоянии полумиля от него. Его маленькая песенка, полная любви и острого беспокойства, донеслась до слуха мужчины и женщины, отдыхавших в креслах под палубным тентом. А зоркая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и вскрикнула. — Спусти шлюпку! — скомандовала она. — Там собачка, как бы она не утонула. — Собаки не так-то легко тонут, — ответил муж. — Выбьется. — Но как попала сюда собака? — он поднес к глазам свой морской бинокль и секунду всматривался. — Да к тому ж собака белых людей. Джерри ударял лапами по воде и упорно плыл вперед, не сводя глаз с приближавшейся яхты, как вдруг почуял близость опасности. Табу карал его. Навстречу ему двигалось плавучее бревно, которое было не бревном, а чем-то живым и грозным. Он видел, как часть его двигается над поверхностью воды, и раньше, чем оно целиком погрузилось в воду, Джерри уловил какую-то разницу между ним и плавучим бревном. Затем что-то пронеслось мимо него, а он ответил рычанием и зашлепал передними лапами по воде. Его едва не закрутило в водовороте, так как скользнувшее существо пугливо взметнуло хвостом. То была акула, а не крокодил. И она не отступила бы так робко, если бы не была уже сыта по горло, прикончив большую морскую черепаху, которая по старости не сумела спастись. Джерри не видел, но чувствовал, что это существо, грозящее гибелью, вертится неподалеку. Не видел он и спинного плавника, показавшегося над водой, и приближавшегося к нему с тыла. С яхты раздались. С яхты раздались частые ружейные выстрелы, и в тылу у него началась паника. Послышался плеск воды. Тем и кончилось дело. Опасность миновала и была забыта. Джерри не связывал ружейные выстрелы с уничтожением опасности. Он не знал и никогда не суждено ему было узнать, что некто по имени Гарли Кеннон или Муженек, как называла его женщина, именуемая им женушкой, собственник трехмачтовой яхты Ариэль, спас ему жизнь, пробив ружейной пулей основание плавника акулы. Но Джерри суждено было в самом непродолжительном времени узнать Гарлия Кеннона, так как сам Гарлий Кеннон, обвязанный подмышкой булинем, был спущен двумя матросами за борт гостеприимного Ариэля и ухватил за загривок гладкошерстного ирландского терьера. А Джерри, повиснув над водой, даже не удостоил его взглядом, так как искал только одно знакомое ему лицо и жадно вглядывался в людей, свесившихся через поручни. Очутившись на палубе, Джерри не стал терять времени на изъявление благодарности, а инстинктивно, отряхнувшись на бегу, понесся искать шкипера. Муж и жена рассмеялись. «Он ведет себя так, словно с ума сошел от радости», — заметила миссис Кеннон. «Не в том дело», — возразил мистер Кеннон. «У него, должно быть, какого-нибудь виндика не хватает. Быть может, у него, как у зубчатого колеса, соскочила задерживающая полоска. Вот он и не может остановиться, пока не убегается». Тем временем Джерри продолжал носиться по палубе вдоль обоих бортов, от кормы до носа и обратно, виляя обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь многочисленным двуногим богам, попадавшимся ему на пути. Будь он способен на отвлеченные рассуждения, он был бы поражен количеством белых богов. Их было не меньше тридцати, не считая других богов, ни черных и ни белых, которые, тем не менее, ходили на двух ногах и были одеты и, несомненно, являлись богами. Кроме того, будь он способен к подобному обобщению, он бы решил, что еще не все белые боги перешли в небытие. Но Джерри все это воспринимал бессознательно, а шкипера нигде не было. Джерри сунул нос в люк на баке и в камбус, где два кока-китайца залопотали что-то непонятное и в рубку, и в люк машинного отделения, где впервые познакомился с запахом газолина и машинного масла, но сколько он не принюхивался и где бы ни бегал, запаха шкипера не находил. У штурвала он готов был сесть и завыть от горького разочарования. Но тут к нему обратился белый бог, по-видимому, особо важный, в форменном кителе и белоснежной полотняной фуражке, обшитой золотом. Джерри, всегда вежливый, сейчас же улыбнулся, любезно прижав уши, завиляв хвостом и приблизился. Рука этого важного бога уже почти коснулась его головы, когда по палубе пронесся женский голос. Слов Джерри не понял, но почувствовал в них властное приказание. Бог, одетый в белое с золотом, быстро отдернул руку, уже почти коснувшуюся его головы, выпрямился, как наэлектризованный, и указал Джерри вдоль палубы, поощряя его словами. Джерри мог только догадаться, что его направляют к той, которая выразила свою волю в словах. «Капитан Винтерс, пришлите, пожалуйста, его ко мне». Джерри изогнулся всем телом, восторженно повинуясь, и с готовностью просунул бы голову под ее ласково протянутую руку, если бы его не остановило что-то странное в ней, отличное от других людей. Он застрял на полдороги и, оскалив зубы, попятился от раздуваемой ветром юбки. Он знал только голых туземных женщин. Эта юбка, хлопающая на ветру как парус, напомнила ему грозный грот Эренджи, трещавший и бившийся над его головой. Голос ее был ласковый и вкрадчивый, но страшную юбку по-прежнему раздувал ветерок. «Ах ты, смешная собака!» – расхохоталась миссис Кеннон. «Я не собираюсь тебя укусить!» А ее муж протянул сильную руку и привлек к себе Джерри. И Джерри в восторге извивался под лаской Бога и лизал ему руку красным языком. Затем Гарли Кеннон направил его к женщине, сидевшей в кресле и протягивавшей ему навстречу руки. Джерри повиновался. Он приблизился с прижатыми ушами и смеющейся мордой, но не успела она его коснуться, как ветер снова стал трепать юбку, и Джерри с ворчанием отступил. «Он не тебя боится, Вилла, а твоей юбке!» – сказал Кеннон. «Быть может, ему никогда не приходилось видеть юбку!» «Ты, видимо, думаешь, – заметила та, – что здешние людоеды имеют образцовые псарни, ведь этот собачий авантюрист – ирландский терьер чистейшей породы!» «Это так же верно, как то, что Ариэль – шхуна, обитая орегонской сосной!» Гарли Кеннон засмеялся, соглашаясь с ней. Засмеялась и она. А Джерри, поняв, что перед ним пара счастливых богов, сам стал смеяться. По собственной инициативе он приблизился к женщине-богу, привлекаемой тальковым порошком и другими, более слабыми ароматами, в которых он уже успел узнать странные звуки, встреченные на берегу. Но злополучный посад снова раздул ее юбку и снова Джерри отступил. На этот раз не так далеко и уже не рыча, а лишь слегка оскалив клыки. «Он боится твоей юбки», – настаивал Гарли. «Посмотри на него. Он хочет к тебе подойти, а юбка его отпугивает. Подбери ее, чтобы она не развивалась, и увидишь, что будет». Вилла Кеннон последовала совету, и Джерри осторожно подошел и подсунул голову под ее руку, обнюхал ее ноги. В них он узнал те самые ноги, которые шли разутые по заброшенным тропам прибрежной деревни. «Не может быть никаких сомнений», – заявил Гарли, – «эта собака появилась на свет в результате тщательнейшего отбора и воспитана белым человеком. У него есть прошлое. Он пережил исключительные приключения, и если бы мог рассказать свою историю, мы бы слушали зачарованные по целым дням. Уж можешь мне поверить, он не всю свою жизнь провел с чернокожими. Давай испытаем его на Джонни. Джонни, которого подозвал к себе Кеннон, был предоставлен в их распоряжение верховным комиссаром британских Соломоновых островов, жившим в Тулаге, и служил Кеннону лоцманом и гидом. Джонни, ухмыляясь, приблизился, и поведение Джерри резко изменилось. Тело его напряглось под рукой Виллы Кеннон, он отошел от нее и, не сгибая ног, двинулся к чернокожему. Уши Джерри не были прижаты, и он уже не улыбался дружелюбно, когда осматривал Джонни и обнюхивал его голые икры, чтобы уметь опознать его в будущем. Но он был в высшей степени вежлив и после самого поверхностного осмотра вернулся к Вилле Кеннон. «А я что говорил?» – торжествовал ее муж. «Он понимает разницу в цвете. Это собака белого человека, и ее выдрессировали соответствующим образом. «Мой говорит», – начал Джонни, – «мой знает этот собака. Мой знает его папа и мама. Большой белый господин, мистер Хаген, живет в Мерринже. И там живет папа и мама этот собака». Гарли Кеннон перебил его, возбужденно воскликнув. «Ну, конечно. Ведь комиссар рассказал мне об этом. Эринже, захваченный племенем Сома, отошел с плантации Мерринж. Джонни узнал в собаке ту же породу, какую должно быть держит Хаген в Мерринже. Но с тех пор прошло немало времени. Собака была тогда еще и щенком». «Ну, конечно, это собака белых». «Однако ты не заметил главного доказательства», – поддразнила его Вилла Кеннон. «А это доказательство собака носит на себе». Гарли тщательно осмотрел Джерри. «Неоспоримое доказательство», – настаивала она. После вторичного длительного осмотра Кеннон покачал головой. «Ей-богу, не вижу ничего столь неоспоримого, чтобы отмести все возражения». «А хвост?» – залилась смехом его жена. «Ведь туземцы не отрубают хвостов у своих собак». «Джонни, черный человек в Малаите не режет собаке хвост?» «Не режет», – согласился Джонни. «Мистер Хаген в Меринже он режет». «Мой говорит, он резал хвост этот собака». «Значит, эта собака одна только и уцелела с Эринжи», – заключила Вилла Кеннон. «Вы согласны со мной, Шерлок Холмс Кеннон?» «Преклоняюсь перед вами, миссис Шерлок Холмс», – галантно ответил ее муж. «Вам остается только повезти меня туда, где находится голова самого Лаперуза. В морских записях имеются указания, что он ее оставил где-то на этих островах». Они и не подозревали, что Джерри жил в тесной близости с неким башти, а в это самое время, всего в нескольких милях вдоль по берегу, в Сома, сидел в своем травяном доме башти и размышлял над лежавшей в его иссохших коленях головой, которая была некогда головой великого мореплавателя, чья история была забыта сыновьями вождя, снявшего ее.